Преображение Господне – один из 12 главных православных праздников. Его всегда отмечают 19 августа. Именно в этот день на горе Фавор Иисус Христос показал своим троим ученикам свою божественную сущность. Теперь в нем видели не только человека и учителя, но и Господа. Самая главная традиция этого праздника, как и любого праздника церковного, это прийти в храм и приступить к Таинству Святого Пречащения, предварительно попастившись и поисповедовавшись. Праздник Преображения церковь напоминает нам, что мы призваны к Преображению. Господь преобразился на горе, просиял своим божественным светом. Также и мы, соприкасаясь с божественным светом, приходя в храм на молитву, приступая к Таинству Пречащения, должны тоже преображаться и изменяться, изменяться к лучшему. На яблочный спас верующие несут в храм первые плоды урожая – яблоки, груши, сливы, виноград, абрикосы, чтобы осветить, а после угощают родных и близких. Мне очень важен спас. Это прекрасный праздник Преображения Господня. Мы тоже преображаемся. Мы любим жизнь, мы верим в Бога. Боженька есть, Он нам помогает. Праздник Преображения Господня учит нас тому, что каждый из нас должен в своей жизни преображаться, преображать свою душу. А что значит преображать свою душу? Это, конечно, становиться лучше. Творить добрые дела. Также второй спас знаменует переход от лета к осени. Согласно народным приметам, после праздника начинаются первые холода. А еще 19 августа считают днем отлета аистов. По поверью, если птицы начинали готовиться к этому за неделю до яблочного спаса, зима наступит рано и будет морозная. А вот весна теплая. Если же после осень будет теплая, зима поздняя, весна холодная. Третий хлебный или ореховый спас православные верующие отметят 29 августа.